В современных производственных комплексах и аппаратах находят широкое применение различные следящие системы. Без таких систем немыслимо управление термоядерными реакторами. В конструкциях роботов следящие системы обеспечивают быструю и точную обработку программы. При сложных медицинских операциях датчики следящих систем обеспечивают искусственное функционирование различных органов человека. Моделируют различные биологические процессы. Все шире их начинают применять и для автоматизации сельскохозяйственных работ. Неотъемлемую часть современных следящих систем составляют их чувствительные элементы или датчики. Они преобразуют контролируемые параметры объектов управления в сигналы, необходимые для выработки соответствующего управляющего воздействия. Для изучения режима приливов и отливов в бухте Архангельского порта был использован один из первых автоматических уровней меров, послуживший прообразом современных датчиков положения. Принцип работы датчиков положения основан на преобразовании перемещения чувствительного элемента в электрический сигнал. Если на потенциометрический датчик подать напряжение питания, то с выхода датчика можно снять сигнал, амплитуда которого пропорциональна перемещению его щетки, а фаза соответствует направлению перемещения. В основу работы индуктивного датчика положен принцип изменения индуктивности от перемещения. Индуктивный датчик может быть применен в системе слежения за натяжением. При изменении натяжения нити перемещается чувствительный элемент датчика, с которого снимается сигнал о величине натяжения. В емкостном датчике изменение емкости пропорционально перемещению. Позиционные датчики могут быть применены в следящих системах, используемых для изготовления деталей по копиру, или гравировке. Для синхронного поворота механически не связанных между собой валов используют сельсины. Их действие основано на изменении индуктивной связи между статорной и роторной обмотками при вращении ротора. Сельсин-датчик устанавливает на ведомом валу, сельсин-приемник на ведущем. Расположим на статорах сельсинов трехфазные обмотки и соединим их между собой. На роторах расположим однофазные обмотки и запитаем переменным напряжением обмотку сельсин-датчика. В обмотках сельсин-датчика наведутся ЭДС. Они вызовут протекание соответствующих токов в статорных обмотках сельсин-приемника. В результате на роторной обмотке сельсин-приемника появится сигнал, пропорциональный углу рассогласования. А фаза будет соответствовать направлению этого рассогласования. Этот сигнал используется следящей системой для устранения рассогласования. Сельсины можно применить, например, в следящей системе, используемой для предварительного синхронного поворота стартовой площадки ракеты. Вслед за поворотом антенн радиолокационной станции. Для тех же целей в более точных системах применяют вращающиеся трансформаторы. Они позволяют также получить различные функции угла поворота. Трансформаторы состоят из статора и ротора. Действие вращающегося трансформатора основано на изменении индуктивной связи между роторными и статорными обмотками при изменении углового положения ротора. На статоре вращающегося трансформатора, как правило, расположены две взаимно перпендикулярные обмотки. Аналогично расположены обмотки и на роторе. Если на одну из обмоток статора подать переменные напряжения, то с обмоток ротора можно снимать напряжения, пропорциональные синусу и косинусу угла поворота ротора. Сигналы с вращающегося трансформатора удобно использовать для ввода в цифровую вычислительную машину. Итак, вращающиеся трансформаторы преобразуют угол поворота ротора в напряжение, пропорциональное этому углу и его функциям. Их применяют, например, в следящей системе тренажера-пилота с осчетно решающими устройствами. Тахогенераторы применяют для получения информации об угловой скорости вращающихся объектов. Они представляют собой электрические машины переменного или постоянного тока. Если на одну из статорных обмоток асинхронного тахогенератора с полым ротором подать напряжение питания, то на второй статорной обмотке появится переменное напряжение пропорциональной скорости вращения ротора. Фаза выходного сигнала зависит от направления вращения ротора. Такие тахогенераторы применяют в следящей системе, регулирующей скорость вращения бобин в крутильном производстве. В современных технических устройствах обычно используют целый комплекс следящих систем с различными типами датчиков. Тренажер пилота Инструктор может задавать с пульта управления тренажером различные режимы имитации полета, в том числе и экстремальные. Следящие системы с такими датчиками могут быть использованы для устранения качки корабля или нежелательного поворота самолета вокруг какой-либо из осей. Задача сводится к определению угловой скорости объекта. Датчик состоит из ротора, вращающегося в подшипниках, установленных в рамку, которая в свою очередь может вращаться в подшипниках, жестко связанных с корпусом объекта. При повороте объекта, а следовательно и гироскопа, вокруг оси Y с угловой скоростью омега возникает гироскопический момент относительно оси Z, пропорциональной этой скорости. При помощи пружины создается противодействующий момент. В результате угол поворота рамки оказывается пропорциональным угловой скорости. В соответствии с углом поворота рамки, с потенциометрического датчика положения будет сниматься сигнал, амплитуда и фаза которого зависят от величины и направления измеряемой угловой скорости. На движущихся объектах для измерения линейных ускорений устанавливают датчики линейных ускорений. Чувствительным элементом датчика служит инерционная масса. Она соединена с корпусом при помощи пружин. Под действием внешней силы, возникающей при взлете самолета, корпус датчика будет перемещаться с ускорением А. При этом масса переместится относительно корпуса на расстоянии С, величина которого пропорционально измеряемому ускорению. В соответствии с величиной и направлением отклонения чувствительной массы от нейтрального положения с потенциалометрического датчика будет сниматься сигнал, амплитуда и фаза которого зависят от величины и направления измеряемого ускорения. Датчик линейных ускорений может быть применен в следящей системе, установленной на самолете и предназначенной для свежения за заданной траекторией полета. Под действием, например, ветра самолет может отклоняться от этой траектории с ускорением А. Акселерометр измеряет его ускорение. Следящая система вырабатывает соответствующее управляющее воздействие на руль, и самолет возвращается на заданную траекторию. Действие датчиков основано на деформации от давления упругих чувствительных элементов. Одновитковых или многовитковых трубчатых пружин, мембран или сельфонов. Сельфон преобразует изменение давления газа или жидкости в перемещение. При соединении сельфона с ползунком потенциометрического датчика положения с последнего можно снять сигнал, амплитуда которого пропорциональна величине перемещения штока, а следовательно и величине измеряемого давления. Такие датчики могут следить за режимом работы дизелей. Они могут быть использованы в следящей системе по оповещению приближения цунами. Такие датчики используют в дистанционных системах регулирования давления в производстве химических волокон. В таком производстве необходимо также точное регулирование температуры. Датчики температуры находят широкое применение в технике. термопара. Они имеют различные чувствительные элементы. Например, термопара. При нагревании термопара вырабатывает термоэдс, величина которой пропорционально измеряемой температуре. Датчики на основе термопар могут измерять температуру от 100 до 2000 градусов. В основу работы термометра сопротивления положено свойство металлов и полупроводников изменять свое сопротивление с изменением температуры. Термометры сопротивления применяют при высокоточном регулировании температуры. Мост обеспечивает температуру баланса схемы. Если измеряемая температура больше температуры баланса сигнал в противофазе. Если меньше сигнал в фазе. Такие датчики находят широкое применение. Их используют и в системах предупреждения пожаров. В системах автоматического контроля и регулирования влажности воздуха основу влагочувствительного элемента составляют платиновые термометры сопротивления. Производство, например, капрона, на операциях придения, крутки, ткачества везде можно встретить датчики влажности. следящая система получает и обрабатывает информацию более чем от 800 датчиков, радиус действия которых более одного километра. Такие датчики есть и на вооружении селекционеров. программное управление микроклиматом позволяет в 3-5 раз сокращать сроки создания нового сорта. Производственники часто говорят климат не роскошь, а технологический закон. Впереди создание станции искусственного климата, обеспечение населения круглый год не только цветами, но и овощами, фруктами, хлебом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok